Это новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! В этом выпуске принято решение остановить строительство ТАЦ в Мараше в Западной Армении. Общественная организация Арцаха и Армения обратились к международным организациям в связи с гуманитарной катастрофой в Арцахе. Проблема на Хичеване равна проблеме Арцаха. Россия официально выходит из Совета Европы. Журавли вернулись в Западную Армению спустя 30 лет. В Армении стартуют двухмесячные мероприятия франкофонии. Суд отложил строительство крупнейшей угольной электростанции в провинции Мараш в Западной Армении. Группы из 25 волонтеров возбудили дело по вопросу, в рамках которого было проведено исследование и экспертиза. Эксперты пришли к выводу, что строительство такой ТЭС на равнине противоречит интересам общества. После 44-дневной войны республику Арцах ждет новая гуманитарная катастрофа. Об этом говорится в обращении неправительственных организаций, действующих в Арцахе и Армении, к международным организациям. Почти полтора года после принятия декларации о прекращении огня 9 ноября 2020 года Азербайджан различными методами продолжает проводить политику этнических чисток в отношении народа Арцаха. В условиях отвлечения внимания международного сообщества по кризису на Украине официальный Бакурия скоусилен напряженность в населенных пунктах республики Арцах. Все население Арцаха лишено природного газа с 8 марта. Азербайджанская сторона также угрожает физическому существованию населения. Эти акты геноцида Азербайджана происходят на глазах международного сообщества и не получают должного отклика. Призываем все международное сообщество и сопредседателя Минска группы ОБСЕ принять необходимые меры для предотвращения надвигающейся гуманитарной катастрофе и политика Азербайджана по этнической чистке армян в Арцахе. Говорится в заявлении. Заявление о возможных переговорах между Ереваном и Баку под эгидой ОБСЕ свидетельствует от преднамеренным искажения переговорного материала. Если карский договор в силе, то нахичевание является территорией суверенитета Баку. Если не в силе, верните Арарат и Игдыр. Взаимное признание будет осуществлено мирным соглашением, которое невозможно без принятия границ. Часть южной границы бывшей Армянской ССР является разделительной линией, определенной международными договорами между СССР и Нахичеванской автономной республикой. Нахичеван был определен Московско-Карским договором 1921 года как армянская автономия под эгидой Азербайджанской республики. Статья полностью доступна на нашем сайте. Министерство иностранных дел России объявило о выходе из Совета Европы. И это уведомление было передано генеральному секретарю Марии Бурич. В заявлении говорится, в этих условиях наша страна не останется в Совете Европы. 15 марта генеральный секретарь Мария Бурич была уведомлена о выходе Российской Федерации из организации. Выходя из Совета Европы, России придется динансировать Европейскую конвенцию по правам человека. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. Совет Европы, в свою очередь, намеревался исключить Россию из своих рядов. Об этом было заявлено 14 марта в Страсбурге в ходе сессии парламентской ассамблеи Совета Европы. Журавли, вернувшиеся в провинцию Хакари, Западная Армения, после 30-летнего отсутствия удивили горожан. Десятки видов птиц, которые начали возвращаться из более теплых стран, живут здесь на равнине, известной как птичий рай. Среди них были и журавли, а популяция журавлей находится под угрозой исчезновения в Западной Армении. По случаю Международного дня франкофония 20 марта в течение двух месяцев в Армению будет проведено около 700 франкоязычных, культурных, университетских, научных и общеобразовательных мероприятий. В организации этого мероприятия приняли участие Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, мэрия Еревана, органы местного самоуправления Армении, музеи, университеты и библиотеки. 21 и 22 апреля в концертном зале имени Карена Демирджана состоится концерт известного канадского певца Гару, посвященный 10-й годовщине членства Армении во франкофонии. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok